Здравствуйте! Вечерняя Москва в прямом эфире. Меня зовут Катерина Рукавичникова. Это рубрика «Надо обсудить». Здесь вместе с нашими экспертами мы учимся лучше разбираться в себе и в этой жизни. Сегодня поговорим о том, как сохранить слух, ведь это один из главных органов нашего взаимодействия с миром и восприятия мира. В нашей студии главный аудиолог и основатель сети центров европейского слухопротезирования Никита Декапольцев. Здравствуйте, Никита! В каком возрасте люди вообще начинают замечать вот эти первые звоночки, когда ухудшается слух? Так как чаще всего проблемы имеют возрастный характер, в основном по статистике люди чувствуют, что что-то со слухом становится не так где-то к 70 годам. Но понятно, что это статистика, и у кого-то эти проблемы начинаются в 30 лет, у кого-то, к сожалению, они уже с рождения. Но чаще всего в 70 лет уже у 80% людей есть хоть и небольшое, но уже снижение слуха. Если это какие-то врожденные проблемы, то с чем они могут быть связаны? Что не так? Две основные причины. Это может быть генетическая причина, по которой у родителей может быть абсолютно нормальный слух. И таких пациентов у нас много. Например, и у мамы, и у папы прекрасный слух. У их родственников замечательный слух, вообще проблем со слухом никогда не было. Но вместе с этим у них 4 ребенка, у трех из которых четвертая степень дугохости, то есть самая тяжелая. Это можно узнать заранее, сдав тест генетической совместимости родителей. Это первая причина основная. А вторая причина тяжелые роды, например, гипоксия, приводит к тому, что происходит кислородное голодание. И ребенок рождается уже со сниженным слухом. По каким первым признакам, первым таким звоночкам можно определить, что у ребенка, давайте сначала про детей, есть какие-то нарушения слуха? Ну, существуют целые таймлайны, что должен делать ребенок, откликаться на голос и так далее. Но на самом деле уже может быть поздно, когда родители это замечают. И мы видим, что иногда родители обращаются, когда уже в школе ребенок говорит, что, педагоги говорят в школе, что ребенок плохо учится. А на самом деле он плохо учится, потому что он частично не слышит. Или, например, поздно говорит, а это уже может быть обнаружено в 3-4 года, то есть когда уже упущено время. Поэтому сейчас практически во всех роддомах стоит скрининговая система и сдается тест на слух. Это сдается всем новорожденным. И это такая бинарная система, сдал, не сдал. Если ребенок не прошел тест, его уже направляют на дальнейшее исследование, уже более детально. И это такое объективное измерение, когда от ребенка, естественно, ничего не требуется, но подключают специальные датчики и анализируются ответы головного мозга на усиление звука. Вы сказали, что если ребенок не говорит, то это может быть как-то связано со слухом. Да, конечно. А как? Ну, потому что, когда не слышишь, ты не можешь повторить. То есть ребенок, конечно, он спитывает, и он слышит, как говорят, и эти звуки, естественно, он повторяет. Если ребенок не слышит, то он учится говорить, ему крайне сложно. И этому учат уже специальные дефектологи в спецшколах. Тогда вернемся ко взрослым. Вы говорили про цифру в 70 лет. Ну, понятно, что у кого-то раньше, у кого-то позже может наступить какая-то проблема, связанная со слухом. Вот как субъективно понять, что у меня что-то не так со слухом? Обычно первая стадия – это всегда отрицание. То, что мы слышим часто от пациента, что я слышу нормально, это вы не думаете. Вот кто хорошо говорит, я того хорошо слышу. На самом деле, чаще всего понять можно, когда в быту часто слышим «а что?». Это самое, понятно, это очевидно, когда часто человек переспрашивает, понятно, что это не нормально. Вместе с этим само по себе переспрашивание, оно тоже нормально. Тут вопрос, как часто это происходит. И, например, один из маркеров, так как в основном это снижение слуха возрастное, как правило, поколения смотрят телевизор всей семьей. И если кому-то не хватает громкости регулярно, просят делать погромче. А иногда это будет настолько погромче, что и соседи слышат, что человек смотрит. Конечно, это прямой знак о том, что что-то со слухом не в порядке. Но если человеку 30-35, ну там 45 лет, вот еще старческое не наступило, ну как будто бы кажется, что вот я постоянно прислушиваюсь, или уже как-то не слышу тихие слова какие-то, шепот не слышу. Это вот звоночек? Да, конечно. А что надо делать? Достаточно просто проверить слух. Происходит очень легкий тест, это субъективный аудиометрия, когда мы замеряем пороги, это называется тональная пороговая аудиометрия, на пациента надеваются наушники и подают тонны на всех частотах, которые являются основными речевыми. Это от 125 Гц до 8 кГц. И на каждой частоте подается усиление. И когда пациент слышит этот звук, он на специальном пульте нажимает на кнопку. Таким образом дает понять, что он этот звук слышит. И если человек не слышит, мы подаем сигнал погромче до тех пор, пока человек не услышит. Таким образом у нас строится график, он называется аудиограмма, на котором видно, что со слухом все нормально или со слухом ненормально. Бывает так, что есть такие тревожные пациенты, мнительные, которые чуть-чуть что-то недослышали, уже идут проверять слух, но там оказывается, что все в порядке, это норма. Вот вы сказали 125 Гц, это нижняя такая частота. Это примерно как что? Это как бас в музыке. Вот такой вот жирный бас где-нибудь в поп-музыке. Это вот примерно как 125 Гц. Ну если ты не слышишь вот эту нижнюю планку, то жить еще с этим как-то можно, да? Да, другое дело, что в основном потеря слуха начинается наоборот с высоких частот. Дело в том, что во внутреннем мухе, в улитке, сначала находятся волосковые клетки, отвечающие за восприятие высоких частот. И в быту это уже больше звуки, как пение птиц, писки, условно, там, стиральные машины. Вот такие звуки чаще всего пациенты не слышат. А низкие частоты, наоборот, как правило, слышат в основном все и хорошо. Как долго может занять вот этот процесс снижения слуха, потери слуха? Всю жизнь. Очень по-разному. Понимаете, нет определенной динамики. Люди... Мы устроены очень непросто, очень сложно и очень по-разному снижение слуха. Если особенно, если есть сопутствующие заболевания, то есть динамика по снижению слуха может быть очень быстрой. В течение 3-5 лет слух может с нормы скатиться до 4 степени, до глухоты. Но чаще всего это происходит достаточно долго, незаметно, понемногу. И в этом есть определенное коварство, потому что пациент к этому постепенно привыкает. Да, и может не заметить. Да, это становится нормой, потому что в течение года слух может пуститься на 5-10 дБ, это немного, и вроде как постепенно к этому привыкаешь. А есть ли какие-то причины? Мы уже назвали там возраст, старость, но еще что может привести к тому, что слух ухудшается? Да, в зоне риска все, кто так или иначе связан с шумом и пренебрегает защитой от шума. Среди пациентов у нас очень много любителей спортивной стрельбы, тех, кто занимается дайвингом, в общем-то рабочие, которые используют какие-то шумные инструменты, но при этом не защищают слух. То есть все, что связано с систематичной нагрузкой на слуховой систему. А какая защита может быть? Это беруши в первую очередь, конечно, беруши. Ну тогда неудобно работать. Тут вам ответят рабочие, что ай-яй-яй, как же так, из двух зол выбирать? Да нет, в них абсолютно нормально работать. Тем более они сейчас есть индивидуальные. То есть большинство компаний, кто занимается и слухопротезированием, они могут предоставить услугу изготовления индивидуальных берушек. То есть специальной слепочной массой заливает сушной канал, и на основании вот этого слепка, который получился, изготавливают индивидуальные беруши. Ну это, кстати, обнадеживающе. Это то, что все видят на артистах, когда они на сцену выходят. Вот у всех то, что есть в ушах. У нас пациенты часто говорят, ой, сейчас все артисты в слуховых аппаратах. Мы видим на сцене, они все ходят в этих, ну понятно, что это не слуховые аппараты, но вот, собственно, это вот такие же устройства, которые защищают слух. А, кстати, вредно ли долго слушать музыку в наушниках, особенно громкую, или часто ходить на концерты? Да. И обычно производители наушников, и даже на смартфонах, есть специальное предупреждение о том, что больше 20 минут слушать на почти всей громкости нежелательно. Здесь громкость понятия больше субъективная, но в целом громче 90-100 дБ действительно является нагрузкой. И рекомендация общей использовать наушники, у которых есть шумоподавление. Потому что, если мы слышим окружающие шумы, например, подросток едет в метро, достаточно шумно, и ему хочется слушать музыку громко. Но так как шум мешает, громкость выкручивается еще. И я сам езжу в метро, и иногда бывает так, что я слышу через два метра, что услушает человек. Очень вероятно, что это наш пациент в будущем. И когда есть шумоподавление, то есть шум метро приглушается, таким образом нет потребности делать еще громче. То есть есть возможность сделать потише. Таким образом сохранить слух, уменьшить нагрузку на слух. А если есть какая-то генетическая особенность, то долгое прослушивание громкой музыки, оно может запустить этот процесс, когда слух начнется? Это может ускорить, конечно. Тем более, если уже у пациента есть снижение слуха. Особенность заключается в том, что аудиограмма, как правило, неровная. Если по-простому, то низкие частоты, как правило, пациенты слышат хорошо, а высокие частоты слышат не очень хорошо. Поэтому, когда мы используем наушники при потере слуха, нам комфортно на речевых частотах и на высоких частотах, но низкие частоты, которые сохранны, на них также подается очень большое усиление, потому что мы общую громкость выкручиваем. И таким образом мы дополнительно создаем нагрузку на низкочастотный диапазон, где катализируем процесс снижения слуха. Когда мы ставим уже такой диагноз тугоухость, насколько я понимаю, это именно такой, так звучит диагноз. Когда мы его ставим, и бывают ли какие-то разновидности этого заболевания? Да. Основой для постановки диагноза является тональная пороговая диаметрия. Это то исследование, которое проводится в международном протоколе. Всем пациентам всегда делается тональная пороговая диаметрия. Тем, кто уже может это делать, кроме детей, им делается объективное исследование, КСОП. Таким образом, мы понимаем отклонение слуха от нормы. И если по четырем точкам на аудиограмме мы получаем среднеарифметическое значение больше 20 дБ, то это уже является первой степенью тонкую гости. Их всего четыре. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая — это самая легкая, когда не слышны самые тихие звуки. Например, шелест травы, шум воды. Вот такие тихие звуки, до 20 дБ, их множество. И с первой степенью тонкую гости, как правило, пациенты их перестают слышать, они уже становятся неслышны. При этом говорить в целом с человеком абсолютно комфортно, ему более-менее понятна речь. Единственное, он испытывает некоторый дискомфорт при общении на фоне шума. Где-то в кафе, в ресторане или в транспорте, когда вокруг шум, ему становится несколько сложнее. Пациенту, собеседника услышать, хочется смотреть. И визуально подтверждать сгуб, считывать, что сказали. А так, в целом, более-менее пациенты с первой степенью проблем не испытывают. А дальше? А вот со второй степенью уже чуть сложнее. Ну и понятно, что третья, четвертая совсем сложно. Вторая степень — это по ощущениям, чтобы примерно представить. Начинается с потери 40 дБ. И по восприятиям, чтобы на бытовом уровне понять, как человек слышится второй степенью, это примерно, как если бы человек с нормальным слухом ходил в мощных берушах. То есть речь, в принципе, слышно, но ощущение, что с тобой все разговаривают шепотом. То есть очень тихо. Если прислушиваться, находиться в тишине, один на один разговаривать, смотреть на собеседника, в целом можно понять, что он говорит. Но по ощущениям, как будто он говорит шепотом. Понятно, что если это уже разговор на улице или в машине, уже некомфортно. Телевизор будет хотеться сделать раза в два громче, чем это будет хотеться другим членам семьи. Третья степень туговости — это когда уже нужно громко говорить, чтобы услышать собеседника. Это уже от 60 дБ. Ну и четвертая степень — она самая тяжелая, когда практически нормально уже и не поговоришь, когда нужно уже наклоняться к уху и очень громко что-то говорить. После четвертой степени идёт глухота. При глухоте слышны только самые громкие звуки. Если уже есть первая степень, то она обязательно будет прогрессировать? Нет, не обязательно. Но в большинстве случаев она прогрессирует. Ну, есть ли какое-то тогда лечение? Вообще это возможно? Вылечить слух или как-то хотя бы затормозить развитие? Есть. Тут, наверное, надо сделать отступление. Какие виды туговости могут быть? Вообще есть три основных вида туговости. Самый популярный — это сенсоневральная туговость. То есть у нас есть ухо, которое мы видим. Но на самом деле выделяют три разных уха, если говорить. Так немножко режет слух, но вот так оно называется. То есть есть наружнее ухо, которое мы вот все знаем. То, что идёт, начиная с барабанной перепонки и дальше. Там сложенная система строения среднего уха. Это молоточек, наковальня, система косточек. То есть всё то, что должно усилить входящий звук и передать его на внутреннее ухо. И самый главный орган слуха — это внутреннее ухо. Называется улитка. Называется улитка, потому что это визуально напоминает именно улитку. Такой орган, закрученный в спираль. И этот орган состоит из 30 тысяч волосковых клеток, которые на себя принимают вот это вот звуковое давление и отправляют эти сигналы, обработанные в мозг. Мозг занимается расшифровкой этих сигналов. Получается, что у нас есть три разных уха. И если у нас проблема с улиткой, а она по 70% людей с тугую хвостью, это сенсионеральная тугую хвость. Это то, что необратимо. То есть вот эти 30 тысяч клеток, они должны были быть, но их стало не 30, а по какой-то причине, например, 20 тысяч. И у человека на треть снизилось восприятие звуков. Он получил, например, в первую или вторую степень тугую хвость. Вот сенсионеральная тугую хвость, она в доказательной медицине не лечится. Потому что клетки были и погибли. Их не стало. По какой-то причине? По множеству причин. Мы можем дальше обсудить эти причины. И такая тугую хвость не лечится. Есть среднее ухо. Это перепонка и то, что идет за ней. Вот с ней могут быть хирургическим путем какие-то вмешательства. И таким образом слух можно улучшить. Например, у человека вообще нет барабанной перепонки. Или есть перфорация барабанной перепонки. Или из-за стой жидкости в среднем ухе. Из-за айтита. Естественно, у него снижается слух. Но это иногда носит временный характер. То есть вылечил айтит. Прошел курс медикаментозный. И решил проблему. Слух вернулся. Это проблема в среднем ухе. Проблема в среднем ухе называется кондуктивная тугую хвость. Потому что кондукт – это посредник, передатчик. И вот это как раз тот орган, который должен передать звук на улитку. И если с ним какие-то сложности, то такая тугую хвость называется кондуктивной. В теории и на практике там можно делать операции. Если есть показания, есть хирурги, которые могут восстановить барабанную перепонку человека. Таким образом, слух улучшится. И есть третий вид снижения слуха. Называется смешанный. Когда у пациента комбо из сансоневральной тугую хвости и из кондуктивной. Так вот, отвечая на ваш вопрос, можно ли слух восстановить. Если это сансоневральная тугую хвость, то успехом будет считаться, если слух не будет падать дальше. Кондуктивная тугую хвость рассматривается всегда индивидуально. И принимается решение, стоит ли делать операцию или нет. Потому что операции положительный результат порядка 50%. То есть половине поможет, половине, к сожалению, или не поможет, или станет хуже. И вот врачи взвешивают риски и принимают решение, стоит ли делать операцию или не стоит. Поэтому в среднем ухе да, теоретически можно. Но с улиткой успехом является, если слух не снижается дальше. И сурдологи обычно назначают общее поддерживающее лечение, больше профилактическое. Это витамины группы В и так далее. Но это больше индивидуальный характер. Не хотелось бы назначать. Ну да, здесь кому-то рекомендовать. Это все-таки действительно серьезная вещь. И также нужно заставлять мозг работать, чтобы он не забывал, как слышать те звуки, которые он не стал слышать. Вот в этом плане регулярное использование слуховых аппаратов в 96% случаев или снижает потерю слуха, или останавливает его. То есть слуховой аппарат – это выход для какой стадии? Или, скажем, для какого вида заболевания? При каком диагнозе вы имеете в виду? Да, да. При любом. То есть неважно, в каком ухе проблема? Ну, конечно, да. Например, у человека кондуктивная туговухость. Но ему врачи сказали, что операцию делать противопоказано. Пациент испытывает сложности при общении. Например, у него третья степень туговухости, при которой общаться крайне сложно. Конечно, тогда есть смысл использовать слуховое устройство. И при использовании устройства слух будет практически в норме. Можно будет общаться абсолютно комфортно, не испытывать каких-то проблем. Как работает слуховой аппарат? Можно как-то простыми словами объяснить, что происходит? Какое-то чудо. Я не слышал, не слышал, а вдруг теперь надел аппарат и слышу. Да. С одной стороны, это простое устройство. С другой стороны, оно безумно сложное. И современные слуховые устройства по размеру являются максимально миниатюрными. И это треть мизинца. Но внутри находятся процессоры, как в современных смартфонах. И обработка звука мгновенная, и анализ окружающей среды 200 раз в секунду. То есть технологий очень много. Но если сильно-сильно упрощать, то слуховое устройство знает аудиограмму, которую мы получаем от пациента. То есть мы делаем исследование слуха, получаем аудиограмму. И мы знаем, что условно низкие частоты у пациента в норме, на средних частотах у пациента потеря, например, 50 дБ. И на высоких частотах потеря 80 дБ. И эти данные автоматически передаются в аппарат при подключении аппарата к компьютеру и настраиваются на пациента. То есть по этой аудиограмме аппарат настраивается. И он знает, что низкие частоты усиливать конкретно этому человеку не нужно. Он и так их слышит. На средних нужно добавить столько-то децибел, на высоких частотах нужно добавить столько децибел. То есть если сильно-сильно упрощать, то это, грубо говоря, такой эквалайзер, который можно на разных частотах регулировать. Но только каналов там очень много, нюансов тоже очень много. И автоматика работы аппаратов заключается в том, что они, современные устройства, они сами оценивают обстановку, в которой находится пациент. Они могут определить, что сейчас пациент находится в тишине, и они могут усиливать все звуки вокруг. Например, он включает телевизор, и аппараты понимают, вот сейчас начал смотреть телевизор. Они понимают, что он общается не с человеком, а это смотрит телевизор. Аппараты это учитывают и включают соответствующий режим. То есть когда выходишь на улицу, они улавливают ветер, шумы, и, соответственно, они включают шумоподавление, защиту от ветра. То есть помните, как раньше мобильное устройство, когда кто-то на улице говорит, было некомфортно. То есть хотелось сказать, зайди, пожалуйста, в помещение. У тебя плохо слышно. Потому что микрофоны, когда в них задувает ветер, они помехи вот эти генерируют. Чтобы пациент не испытывал дискомфорт при ношении на улице, это автоматически заглушается и не вносит каких-то дискомфортов. То есть для человека всегда комфортно и всегда хорошо слышно. Поэтому работают они автоматически, если отвечать на ваш вопрос, полностью автономно и не требуют никакого воздействия от человека. Интересно, сейчас это так звучит, как будто бы искусственный интеллект постарался, и вот его встроили в слуховые аппараты. Самое интересное, что у последней линейки аппаратов искусственный интеллект был обучен на то, чтобы анализировать окружающую обстановку. Там есть примерно 200 акустических сценариев, которые аппарат знает и автоматически, безошибочно выбирает, является это общественный транспорт, церковь или кинотеатр, или театр. То есть там множество акустических сценариев, которые при помощи искусственного интеллекта были научены на определение. Это очень сложные технологии и классно, что они сейчас у нас появляются. Да, при этом слуховые аппараты появились раньше искусственного интеллекта и раньше развития искусственного интеллекта. Они были попроще. Понятно, что первые аппараты были примитивные, это были, по сути, то, что сейчас является усилителями слуха, то есть то, что просто в сигнал входит и условно усиливается на два и выдается. Но такой подход, он некорректен, потому что он может негативно влиять на слух. То современное устройство, конечно, совершенно другого уровня. Вот есть такой миф про слуховые аппараты, что если человек его носит достаточно долго, то его родной, собственный слух, еще больше ухудшается. То есть тут непонятно, какое из зол выбирать, да, опять же. То ли без слухового аппарата, но тогда, может быть, медленно будет снижаться слух, то ли вот слуховой аппарат, но это такая как пилюля. Это миф? Это самое главное заблуждение. И хочется кричать на всю страну, что это огромное заблуждение. И так как я сам веду приемы и мы общаемся с пациентами напрямую, я слышу практически в ежедневной рутине, когда пациенты рассказывают о том, что они ушли с любимой работы, потому что им сказал кто-то, что аппараты слух испортят. И вот они не решились на ношение аппаратов и приняли решение уйти с работы там. Или люди говорят, что мы перестали общаться, ходить в гости. Говорят, что ну что, вот я вижу, что знакомый идет, я просто на другую сторону улицы перехожу, потому что если его встречу, он что-то спросит, я это, очевидно, не услышу, буду как вот кивать, улыбаться и ничего не пойму. Буду себя чувствовать глупо. То есть люди готовы на вот такие страдания, на лишение социальной жизни, потому что у них есть убеждение, что аппараты портят слух. И пошло это с 80-х, когда были массово запущены производства таких первых советских слуховых устройств, которые действительно были очень примитивно устроены. Они настраивались практически, грубо говоря, на глаз. То есть приходил пациент, ему надевали этот аппарат, там был такой триммер, грубо говоря, отверточка, которую можно было подкрутить. И говорили, ну что, слышите? Я говорю, слышу. Говорю, ну все, настроили. Но фактически получалось, что там не было никакого шумоподавления, там не было никакого ограничения по усилению на выходе. И когда пациент выходил на улицу от любых шумов, то есть трамвай проезжает, этот трамвай так усиливался, что действительно мог негативно влиять на слух. И эти аппараты массово производились, массово распространялись и действительно влияли негативно на слух. Таким образом, сложилось мнение среди таких широких масс, что слуховые устройства, они слух могут испортить. И это было характерно действительно для самых первых слуховых устройств. То есть современные аппараты настраиваются сверхиндивидуально, и мы делаем исследование слуха, мы определяем, с какой громкости человек слышит. И также мы определяем, до какой громкости пациенту комфортно слышать. То есть если первое измерение называется тональная пороговая аудиометрия, то измерение с другой стороны называется пороги дискомфорта. То есть мы знаем, до какой громкости аппарат может вносить усиление, чтобы конкретному пациенту было не дискомфортно. Таким образом, аппараты работают сверхиндивидуально, и они только компенсируют потерю слуха. Они слух не портят вообще. Я в этом уверен на все 100%. И более того, регулярное использование слухового аппарата, оно или снижает, или останавливает снижение слуха. То есть люди, тренируя слух, не забывая, как звучат фонемы, держат мозг в тонусе. Мозг, грубо говоря, тоже мышцы, ему тоже нужно получать нагрузку, ему тоже нужно работать. И слух является очень важной и очень полезной нагрузкой, которая помогает сохранить и остроту ума, и самое главное, не забыть, как слышать фонемы, не потерять эту способность слышать речь. То есть это такая вспомогательная, вспомогательный элемент, да? И, насколько я понимаю, не обязательно его прям круглосуточно носить. Круглосуточно точно не стоит носить. Общая рекомендация носить в течение дня, с утра и желательно до самого вечера. То есть они, современные аппараты, они очень компактные, они не вызывают дискомфорта, они очень незаметные. Ухо не закрывается вкладышем на все 100%, там ухо абсолютно нормально дышит. Они не мешают, они не свистят, и они просто дают возможность человеку хорошо слышать. Поэтому кто-то, конечно, из пользователей, начинающих, говорит, я буду надевать, вот только на работу, потом буду снимать. Но фактически потом мы видим, что, конечно, человеку не хочется его снимать. Потом, конечно, хочется носить всегда, потому что мы, когда остаемся одни дома, мы себе уши ничем не закрываем, мы всегда остаемся слышать. То есть получается, что старшего поколения слуховых аппаратов их сейчас, в общем-то, и нет. Ну вот те, которые... Ну в этом тоже проблемы, их почти нет. И вместе с этим, когда человек понимает, что слух уже снижен, что вроде бы надо как-то уже с этим что-то делать. И вот, например, он едет в автобусе и видит какую-нибудь старую бабулю, у которой вот такой огромный аппарат. И человек думает, господи, вот неужели я начну носить такое устройство? Лучше я еще подожду лет пять, потому что вот такой я на себя просто не надену. Особенность заключается в том, что современные аппараты, мы и даже и знать не знаем, что кто-то из нашего окружения ими пользуется. Потому что они сверхминиатюрные, невидимые, их никак не определишь на человеке. И вот такие аппараты мы и не видим, они в поле нашего видения в быту не попадают. Но мы видим самые такие плохие примеры, которые бросаются в глаза, и считаем, что они все такие. Потому что на приеме мы видим часто, когда пациенты видят современный аппарат, они говорят, это вот такие маленькие. Мы-то думали, вы сейчас достанете что-то, вот как пейджер. Если человек начинает понимать, что что-то не то со слухом, то какие рекомендации вы можете дать? Куда идти, кому идти, чего бояться, чего не бояться? Во-первых, самое главное понять, что это не что-то категорически плохое и страшное, и никак не корректируемое. То есть то, что хочется зажмуриться и отвернуться, и думать, что это пройдет само. На самом деле снижение слуха очень легко корректируется и слуховыми аппаратами, и может быть, если есть что-то с средним ухом, может быть, это отиты или еще что-то, очень важно это вовремя вылечить, чтобы это не перешло в хроническую форму. То есть, например, айтид проходит за буквально 3-4 дня. Достаточно пропить курс антибиотиков, и от этого легко избавиться. Поэтому достаточно прийти в любой центр слуха, можно прийти в поликлинике, к лор-врачу, сделать тональную проговую диаметрию и точно понять, есть снижение слуха или нет. Если для пациента не является проблемой сам факт снижения слуха, и он ничего не хочет с этим делать, мы просто поставили диагноз снижение слуховой глухостью, например, первой степени. Но человек понимает, что он более-менее слышит, ему нормально. Это не значит, что надо тут же идти и ставить слуховое устройство. Достаточно раз в год приходить и делать вот это быстрое исследование, оно безболезненно, оно занимает 10 минут. В таком экспресс-формате это можно сделать быстро и бесплатно. А есть еще какие-то исследования? Есть тимпанометрия, это чтобы понять, как реагирует средний ухо. Барабанная перепонка подвергается такому давлению и определяется рефлексом, нормально это работает или нет. Это тоже такой тест на понимание. Но самое главное – это аудиометрия. И таким образом человек, приходя раз в год и видя свою динамику, может принять решение все-таки, все ли в порядке или нет. Если динамика негативная, то, конечно, с этим нужно что-то делать. Если слух не снижается, ну, замечательно, можно тогда с этим еще... Есть ли смысл вообще сделать для профилактики вот эти исследования, там, не знаю, прийти к вам и, значит, сказать, я хочу проверить? Да, если есть, конечно, если кто-то переживает, можно прийти и сделать бесплатную проверку слуха. Мы оказываем бесплатное всегда. Можно прийти, просто проверить слух, получить исследование. Вот не хочется пугаться в заключении наших зрителей, но все-таки, если не делать ничего, хотя уже заметил, что что-то не то, то к чему это может привести? Есть риск к тому, что это постепенно, плавно будет снижаться дальше. Не хочется до этого доводить. Спасибо большое вам, Никита, за практические и полезные советы и рекомендации. Сегодня говорили о том, как сохранить слух и что делать, и куда бежать, если вы подозреваете, что слышать стали хуже. У нас в студии был главный аудиолог и основатель сети центров европейского слухопротезирования Никита Дикопольцев. Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить темы для наших следующих выпусков, оставляйте комментарии, мы обязательно их обсудим. Меня зовут Катерина Рукавичникова. До встречи на «Вечерней Москве». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин